Первое выездное заседание регионального правительства в этом году прошло в Вичуге. Но перед тем, как обсудить социально-экономическое развитие района, вице-губернатор Виктор Смирнов посетил фабрику Красина. Стоит признать, что это одно из немногих текстильных производств в области, где проходит модернизация производства. Оборудован новый отделочный цех. Теперь из ткацкого цеха так называемую суровую ткань отправляют варочные котлы. Там материалы отбеливают и крахмалят. Раньше все эти работы делали на другой фабрике. Отделка рассчитана на выпуск 27 миллионов метров ткани в год. Из них 12 миллионов – это полотенечные ткани, 12 миллионов – это набивная отбеленная бязь, и 3 миллиона – это различные ассортименты, водополам, марля и прочие, которых, как я уже говорил, у нас 37 артиков. В связи с открытием нового цеха потребуются дополнительные кадры. Средняя зарплата на фабрике – около 13 тысяч рублей. Цифра не самая большая, зато она стабильно растет. Средняя зарплата у нас сейчас у ткачей – 15-18, а у помассеров – за 20. Мы думаем, что, наверное, в дальнейшем все-таки пойдут нам навстречу. Не навстречу, а повышать будут. Если у фабрики дела идут в гору, то у районной детской школы искусств напротив. Учеников более 300, а вот помещение очень маленькое. Руководство учреждения просит помочь с пристройкой, стоимость которой будет порядка 80 миллионов рублей. Однако есть вариант проще. Через дорогу расположена усадьба графа Татищева – федеральная собственность. Оборудовать школу там – более целесообразное решение. Вот этот вопрос, связанный с расширением площадей для детской школы искусства, совместно с муниципалой. Соответствующие поручения правительству будут даны. И департамент культуры, и департамент управления имуществом. Эти вопросы проработаем. Сегодня коллег выслушаю на заседании правительства, что они думают. И я думаю, мы найдем решение вопроса. Далее судьбу Вичугского района обсудили на заседании правительства. Глава администрации рассказал о достижении района прошлых лет. Например, в Вичуге нет очереди в детские сады. Развивается малый бизнес и сельское хозяйство. За 2012 год выручка от реализации сельхозпродукции по предприятиям увеличилась в 17% и составила почти 19 миллионов рублей. По фермерским хозяйствам – более 14 миллионов рублей. Шесть сельхозпредприятий закончили прошлый год с прибылью. В 2012 году сельхозпроизводители на 19% увеличили пассивные площади зерновых, больше собрано зерна, вырос валовый надой молока на 13%. Среди обозначенных проблем – отсутствие газификации в некоторых селах, затянувшиеся строительство общественной бани – необходимость нового полигона для бытовых отходов. Спикер облдума Сергей Пахомов главным докладчиком остался недоволен. Из выступления, никакого понимания вообще, зачем мы здесь собрались, честно говоря, не последовало. Полигон ТБО – какая-то проблема. Да на самом деле это что, проблема членов правительства? Ваш полигон ТБО – стройте, если он вам нужен. Почему вы решили, что этот вопрос вообще нам интересен? У вас есть город Вичуга, большой муниципалитет тоже достаточно благополучный. Благополучный. Собирайте комиссию совместную, две думы, депутаты, пусть соберутся, пригласите пару чиновников и решите, кто будет платить за эту стройку. Глава облдумы попросил Вичугскую администрацию подумать над дальнейшим развитием района. Возможно, ко всему прочему предстоит заняться развитием туризма. Тем более, что удачный пример Семигорья уже есть. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.